Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 27 января, день Нины, день назван в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Иберии, это Грузия. Ее просветительная работа привела к крещению Грузию. Все началось с того, что она хотела отыскать Хитона и Иисуса Христа. Она долго молилась, и в сонном видении Богоматерь велела ей идти в Грузию и просветить ее от язычества. При этом она обещала Нине быть ее покровительницей. Уповав на волю Бога, Нина в одиночку сделала великое дело просвещения и даже нашла Хитон. Сегодня крестьяне работали, особенно ухаживали за домашней скотиной. Была даже пословица «На Нину почитай скотину». Особым почетом сегодня пользовались коровы, поскольку они считались кормильцами для крестьянской семьи. Родители в качестве приданного своим дочерям давали коров. Их оберегали от болезни и порчи. Забивали корову только в крайних случаях. Мясо своей коровы, как правило, не ели, а продавали. Народ верил, что забитая на мясо корова оплакивает своих хозяев. Поэтому сегодня благодарили корову, убирали в хлеву и кормили их. Верили, что животное обязательно отблагодарит хозяев вкусным молоком за доброе отношение к нему. Приметы. На деревьях сегодня иней – это к оттепели. Если по небу сегодня плывут белые облака, морозы продержатся еще долго. Если сегодня солнце после заката оставляет след столбом на небе, это к морозам. Если в ночном небе ярко мерцают звезды, морозы будут крепкими. Коровье молоко сегодня обладает целебными свойствами. Лечит от болезней, ожогов и даже ударов в молнии. Если сегодня ночью во сне увидишь красную или черную корову или быка, это предвещает скорую смерть. Кстати, куркума, как Геннадий сказал, это прекрасный антибиотик, природный антибиотик. Поэтому, если вы заболели, не спешите куда-либо бежать в аптеку. Воспользуйтесь куркумой. Сделайте своеобразный такой чайок из нее и будет прекрасно работать против микрофлора. Кстати, как спиция она улучшает пищеварение. И самое важное, нормализует работу нашей кишечной микрофлоры. А вы пока готовьте. Да, что? Закладываем, да. Берем куркума. Куркума есть. Сырок мы порезали. Воду мы поставили заблаговременно. Кипяточек. Теперь туда закладываем чайную ложечку куркумы. Давайте. Закладываем. Кстати, когда мы закладываем чайную ложечку любой специи, тем самым мы в воду делаем горячей. Это значит, что она уже приобретает свойства, улучшает пищеварение, усиливает иммунные свойства и, кстати, влияет на мозговую длительность. Делая наш ум острее. Это очень хорошая подсказка, да, ибо скоро надо ехать на сессии учиться, поэтому куркума спасет. Спасет от этого. Хорошо. Так, что мы дальше делаем? У нас... Значит, что она должна закипеть? Да, да, да. Вот так. Сейчас она быстренько закипит. После этого, как она закипит, что мы туда кладем? Мы закладываем уже приготовленный, нарезанный правильными кусочками сыр. Вот так. Где у нас было блюдо? Вот она у нас. Вот, есть блюдо, да. Так, ага. И таким образом мы с вами готовим полезный завтрак для того, чтобы у нас и пищеварение хорошо работало, и умственная деятельность была, и, будем говорить, еще микрофлора восстановляется. Кстати, вы говорили, что она еще помогает от разного рода, вернее, как профилактика от разного рода онкологических заболеваний, что немаловажно. Поэтому вот этот завтрак будет сытным, приятным и полезным с точкой оздоровления. Да, еще и самое главное, что он вкусный будет. И вкусный. Ага. Попробуйте и скажите, что так. Хорошо, 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 готовим. Я знаю, что еще, знаете, вот эта пряность куркума, она незаметнима для тех людей, кто хочет восстановиться после тяжелого заболевания, хронического заболевания. Откуда брать силы? Силы, это, можно сказать, огненный процесс, который имеется в специи, в куркуме. И вот этот процесс как раз и будет добавляться в наш организм и ввести процессы оздоровления, укрепления и исцеления. Третьи лунные сутки. За предыдущие лунные сутки в организме образовалось напряжение, однокопленное в результате сжатия энергии. И сегодня настал день, чтобы дать ей разрядку в виде большой и интенсивной физической нарушки. Вообще энергетика лунных дней может способствовать росту спортивных результатов, если ей следовать. Если вы не спортсмен, то в этот день можно выполнять большую работу по дому, и вы не устарите. А после выполнения работы обязательно примите горячие ванны. Важно расслабиться и полноценно отдохнуть. Сегодня не принимайте никаких серьезных решений. С горяча можно наломать дров. А вот поточить ножи сегодня очень даже хорошо. Четвертые лунные сутки. Как всегда, после сильных энергетических суток следуют сутки со слабой энергетикой. Это закон. За волной следует отлив. Поэтому отдыхайте, размышляйте. И прежде чем что-то предпринять, хорошенько заранее подумайте о последствиях. Вообще проведите эти сутки в одиночестве. Либо просто погуляйте на природе, в парке. Очень хорошо сегодня петь. Потому что энергетически активна шея и голосовые связки. Причем петь надо возвышенно. То, что облагораживает и сближает с миром красоты и добра. Естественно, в эти лунные сутки не следует творить злых дел. Чтобы они не возвратились к вам. Постарайтесь не застужать горло.